всем привет вы находитесь на канале медишеф и специально для новичков я проведу сейчас урок так скажем познавательный касательно дивидендов очень много вопросов дают по дивидендам и многие то скажем делают неправильные шаги в отношении того когда покупать дивиденды и можно ли шортить акции перед дивидендов отсечкой сейчас мы с вами разберем почему и какие действия производить нельзя многие даже не новички это путают ну давайте начнем с того что что такое дивиденды вообще да то есть дивиденды это часть прибыль компании которая может получить владелец акции соответственно чем больше бумаг у инвестора тем большую долю прибыли компания отдаст своему акционеру где собственно можно посмотреть список дивидендов по компании то есть вы вбиваете расскажем в яндексе календарь выплаты дивидендов и открываете там скажем ближайший попавшийся в сайт то скажем на котором будет список акций компании и табличка в которой указаны дата до которой необходимо купить акции чтобы попасть в реестр то есть список акционеров чтобы получить дивиденды реестр дата реестра цена лот дивиденды сумма и доходность но эта информация может меняться в приближении то скажем выплаты дивидендов либо положительно либо отрицательно решение по дивидендов со стороны компании то здесь это примерная информация планируемое это скажем все это может меняться в зависимости от ситуации и решения компании сразу отвечу на часто вопрос когда нужно купить акции чтобы попасть в реестр акционеров я выплаты дивидендов купить нужно за два дня до закрытия реестра так называемой отсечки отсечка это термин обозначает дата закрытия реестра вот реестра акционеров в этот день компания формирует перечень лиц которые должны получить дивиденды по акциям здесь формируется перечень акционеров которые получат дивиденды почему нужно купить за два дня потому что все мы с вами знает а кто не знает расчеты у нас по акциям производится в режиме t плюс 2 то есть физическая поставка акций и оплата за них производится через на второй день так скажем после покупки либо продажи акций то есть все расчеты у нас производится t плюс 2 на второй день после покупки либо продажи акций поэтому чтобы войти в реестр нам необходимо до отсечки до закрытия реестра до формирования акционеров рест акционеров списка так скажем купить за два дня чтобы получить дивиденды этот вопрос я думаю понятен давайте с вами посмотрим на примере графика газпрома от газпроме у нас в первом году закрывался реестр 13 июля сумма акций сумма дивиденды за одну акцию на составляет 1255 какая схема выплаты дивидендов то есть какая структура какая последовательность запомните первым делом у нас вообще чтобы понять будут ли дивиденды нужно дождаться решение совета директоров который рекомендует то есть это первый орган который рекомендует размер дивидендов и дату закрытия реста акционеров собранию акционеров вторым шагом собирается в указанную дату акционеры либо в очной либо заочной форме и принимает решение от собрания акционеров уже принимают решение окончательно выплачивать дивиденды либо не выплачивать и после того как акционеры решили приняли решение то скажем выпаде дивиденды то здесь уже после это решение 100 процентов дивиденды будут выплачиваться третьем это составляется список акционеров по состоянию на утвержденную дату про которую мы с вами говорили то есть после решения акционеров уплачивать дивиденды на дату то скажем которые приняли составление реста на составляется реестр перечень лиц которые имеют право на получение дивидендов четвертым моментом брокер удерживает и уплачивает 13 процентов налога суммы дивидендов акционера то есть все мы с вами знаем что брокер у нас является налоговым агентом то есть нам нет необходимости самому уплачивать так скажем налоги транс процентов ндфл то не знает дивидендов естественно уплачивается доход в размере 13 процентов государства и далее акционер получает на свой уже брокерский счет 87 процентов от суммы прочитающих дивидендов почему 87 то есть сто процентов минус 13 процентов налога соответственно вы на счет уже получаете за минусом суммы налога транс процентов количество дивиденды выплаты думаю здесь тоже все понятно теперь давайте перейдем с вами графику и посмотрим сразу же ответим на вопрос на примере газпрома газпрома у нас 2021 году была сечка 13 июля соответственно необходимо было купить за два дня рабочих это 9 июля мы с вами здесь наглядно видим далее смотрите такой распространять такая распространенная ошибка многие новички в том числе думает о том что я дождусь даты отсечки и на следующий день день благополучно продам акции но учитывайте тот момент что на следующий день после отсечки акции у вас открывается дивидендным гэпом вот мы с вами видим дивидендный гэп у нас составляет сумму стоимости дивидендов вот если по газпром у нас был были дивиденды 1255 то на следующий день после отсечки у нас цена акции падает на эту сумму дивидендов на 12 рублей 55 копеек соответственно вы на следующий день продадите на 12 рублей дешевле акции это нужно учитывать поэтому многие как делают в этом случае они участвуют от дивидендном ралли покупают акцию дивидендом ралли участвует здесь перед отсечкой за день перед отсечкой скидывает бумаги по максимальной цене и далее выкупает бумагу вот здесь то есть по дешевой цене что имеется дешевой цене то есть по удешевленной цене на сумму дивидендов если вы останетесь на дивиденды и на следующий день продадите бумагу то есть вы продадите бумагу в минус этой сумме дивидендов понимаете да логику в чем здесь в чем здесь суть поэтому многие покупают бумагу перед дивидендом ралли и скидывают на пике а потом откупают то скажем бумагу в том же месте где они покупали примерно до до дивидендного ралли если вы продадите на следующий день бумагу то есть останется дивидендный купите на дивиденд на ралли и продадите на бумагу на следующий день то вы получите дивиденды но вы продадите бумагу в минус как раз таки этих дивидендов дешевле на эти дивиденды вот в чем прикол а до а закрытие реестра, вернее, закрытие ГЭПа происходит не сразу, буквально там в течение месяца. То есть здесь первый вариант, которым зачастую пользуются, скажем, спекулянты. Инвесторы, здесь другой вопрос, они покупают бумагу надолго, и они получают там каждый год, скажем, когда выплачивают дивиденды, и не скидывают бумагу. Если человек спекулянт, то зачастую используют спекуляцию для, скажем, участия в дивидендных ралли. И здесь на пике бумагу скидывают. И как дальше делают? То есть бумага закрывает со временем дивидендный ГЭП. После того, как бумага упала, они снова здесь вот покупают ее, и участвуют в закрытии дивидендного ГЭПа. То есть здесь они также получают прибыль. Понятно, да? То есть чисто спекулятивно этот момент будет наиболее выгоднее. Следующий момент. Распространенная ошибка. Вот и часто тоже мне очень задают этот вопрос. И вот я и на форумах встречал. Смотрите, почему нельзя... Почему, вернее, лучше не шортить бумагу. Ведь все думают, о, да здесь отличная возможность зашортить бумагу здесь и откупить ее после дивидендного ралли. То есть до дивидендного ралли. Взять шорт и закрыть его после дивидендного ралли. Соответственно, здесь будет прибыль на сумму дивидендного ГЭПа. Но здесь многие ошибаются. Не все так просто. Смотрите. Шорт акции или короткая позиция осуществляется по следующему принципу. Брокер дает в долг акции, которые вы продаете, получая прибыль. То есть шорт вы берете в долг акции, которых у вас нет. После закрытия позиции вы возвращаете ценные бумаги брокеру и выплачиваете комиссию за их использование. Размеры, которые устанавливаются в зависимости от ставки по сделкам специального репо. Здесь встает закономерный вопрос. Где брокер берет эти акции? Согласно действующему заказательству, брокер должен каждый вечер занимать бумагу у других клиентов или привлекать с рынка. Потому что на счетах депо не может быть отрицального остатка. И в день фиксации реестра, пока вы удерживаете короткую позицию, другая сторона, у которой вы взяли в долг эти акции, не может получить дивиденды. Поэтому брокер удерживает эти средства с вашего счета. Дополнительно еще 13% НДФЛ от суммы дивидендов. В итоге получится, что прибыль окажется минимальной. И игра, так скажем, не стоила свеч. Вот поэтому это, так скажем, возможность зашортить перед дивидендным гэпом. Многие ошибались, делая так. На самом деле не все здесь так просто. И делать этого не стоит. Это, так скажем, уже давно обсуждалось. Это, так скажем, возможность зашортить перед дивидендным гэпом. И не первый раз это обсуждалось. Не повторяйте такие ошибки, ребят. Вот, собственно, те моменты основные по дивидендам. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео. С удовольствием отвечу на них. Ну, а это был, так скажем, очередной небольшой видео урок для новичков. С вами был Дмитрий Шеф. Подписывайтесь обязательно на канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok